Белые облака Принявший буддизм под именем Лама Анагарика Говинда. В книге «Путь белых облаков» он пишет, что Тибет дал ему то, чего так не хватает людям западной цивилизации. Мы начинаем путешествие на крышу мира, на родину тысячи Будд. Отправляемся на поиски легендарной, спрятанной за облаками страны красоты и вечного счастья – Шангрила. Трудно поверить, но сотни миллионов лет назад здесь был огромный океан, пока дрейфующий остров, ставший впоследствии полуостровом Индостан, не столкнулся с азиатским континентом. 50 миллионов лет назад континентальный щит вознес к небу Гималайи и самое большое и высокое в мире Тибетское Нагорье. Скупая природа не способствовала заселению этих территорий. Странствующие племена скитались по этим землям, возможно, уже 8 тысяч лет назад, но первые постоянные поселения возникли здесь лишь в пятом веке нашей эры. С юга и запада природа возвела барьер в виде восьмитысячных по высоте Гималаев. Жить на их склонах было невозможно, но ниже, в долинах вырезанных водометающих снегов, со временем возникли скотоводство и земледелие. Экстремальный климат превратил будни поселенцев в борьбу за выживание. На самом деле Тибет никогда не напоминал идиллическую страну Шангрила из романа «Утерянный горизонт». Повседневная жизнь здешних обитателей вовсе не похожа на романтические фантазии Джеймса Хилтона, покорившие Запад. Неоспоримое могущество природы вызывало у кочевников благоговение и ужас, что отразилось в их религии. Здесь не было места для добродушных божеств. Здесь жили ужасные демоны, которых надо было задабривать кровавыми жертвоприношениями и магическими обрядами. А не мистическая религия Бон продержалась в Тибете до первой половины VII века и сменилась пришедшим из Индии учением просвещенного – Будды. Демоны религии Бон растворились, чтобы влиться в буддийские обряды. Тибетский буддизм алмазного пути создал Падмасамбхава, индийский мастер которого пригласил в страну царь Трисонг-де-Цен. В последующие столетия Падмасамбхава и мастера, подобные ему, оказывали все большее влияние на правителей Тибета. В конце XVI века распространение буддизма ускорилось, и монастыри стали важными политическими и культурными центрами. Во главе феодального государства встал Далай-Лама, признанный живым воплощением Бодхисатвы. Так нарекают человека или живое существо, достигшее идеала в десяти добродетелях на пути к просвещению. Сменяющие друг друга Далай-Ламы еще при жизни указывали на своего преемника, как на свое перевоплощение. Со времен V Далай-Ламы символом светской и религиозной власти был дворец Патала в Лхасе. Спрятанная за горными кряжами Гималаев страна в течение долгих веков была тайной для западного мира. Лишь в XVII и XVIII веках, после долгих месяцев убийственного похода, в воротах Лхасы появились первые монахи – иезуиты. Их христианская миссия провалилась, они не смогли поколебать религии тибетцев. В XIX веке Тибет попал в круг интересов России и Великобритании, но даже самые лучшие разведчики мировых держав были не в состоянии проникнуть в столь изолированную от внешнего мира страну. Одним из первых европейцев, попавших в Лхасу, стал в 1946 году немецкий путешественник Генрих Харрер. В начале Второй мировой войны он был арестован британцами в Индии. Его полное приключение и путешествие через Гималаи началось с бегства из лагеря, а закончилось в запретном городе Лхаса. Воспоминания об этом лихом побеге Генрих описал в романе «Семь лет в Тибете», который стал мировым бестселлером. По нему был снят фильм с Брэдом Питом в главной роли. 7 октября 1950 года на территорию Тибета вступила 80-тысячная армия Китая под командованием Мао Цзэдуна, который годом ранее провозгласил создание Китайской Народной Республики. Коммунисты полагали, что революция освободит тибетский народ от оков феодализма. Но для начала китайцы расправились с 10 тысячами тибетских партизан. Гарантированные договором права Тибета оказались обманом. Китайцы жестоко подавляли любую попытку сопротивления, применяли пытки и расстрелы. Они ввели принудительную коллективизацию и разрушили культовые места. Наступили времена голода и репрессий. В 1959 году в Лхасе вспыхнуло восстание, жестоко подавленное китайской армией. Далай-лама, обладавший в то время лишь иллюзорной властью, переодетый крестьянином, бежал из страны и скрылся в индийском городе Дхарамсала. Тибетцы страдают. Захватчики разрушают наши святыни, думая, что так они сумеют сломить наш дух. Однако уклад, поддерживаемый лишь винтовками, не может продержаться долго. Рано или поздно главные человеческие ценности – истина, справедливость и свобода – возьмут свою. Но время свободы пока не пришло. От старого государства осталось лишь название – Тибетский автономный район, который входит в состав Китайской народной республики. Большая часть исторической территории Тибета была присоединена к другим китайским провинциям. Тибетцы, обладающие сильным национальным самосознанием, не являются однородной нацией. Народ образовали многие племена, прибывшие сотни лет назад с севера и со временем перемешавшиеся между собой. Главным связующим звеном всегда была и остается религия. Специфическая культура и традиции тибетцев формировались удаленностью от других цивилизаций, необходимостью противостоять суровому климату и природным стихиям. Тяжелому труду всегда сопутствовала молитва, а молитве – смех. Далай-Лама говорил так. «Мне не кажется, что нас и людей Запада смешит одно и то же. Мы живем просто и радуемся простоте. Несмотря на превратности судьбы, мы в принципе смотрим на жизнь беззаботно». Мы находимся на высоте 3680 метров над уровнем моря. По улицам Лхасы нас везет такси, ведомое молодой китаянкой. Город пересекают несколько магистралей, противоречащих исторической застройке. Однообразные серые бетонные плиты современной архитектуры – признак растущего из года в год экономического могущества Китая. Прокатимся на рикше. Проезд стоит 50 юаней. Некоторые фасады могли бы стать декорациями традиционной китайской оперы. После аннексии Тибета в Лхасе поселились тысячи китайцев. Исторический центр оброс новыми кварталами, протянувшимися от берегов реки Кьичу до Взгорье, на котором возвышается дворец-храм Патала. Когда в 1981 году сюда вновь приехал Генрих Харрер, Лхаса была уже совершенно не похожа на ту, что он помнил. На протяжении столетий дворец Патала служил религиозным и политическим центром тибетского государства. Китайцы разрушили окружающий дворец-селение и устроили здесь парадную площадь. Озеро у подножия храма засыпали и разбили на его месте городской парк. Тибетцев несложно различить в толпе, они одеваются в традиционную одежду, а китайцы — на западный манер. Передвижная платформа демонстрирует простому народу достижение китайской власти. На этот раз фанерный Тибет на прицепе обсажен картонными столбами высоковольтной электрической сети. Но, похоже, простые граждане не уделяют должного внимания этой пропаганде. На противоположном краю комплекса возвышается бетонный памятник, прославляющий коммунистических героев. Официально гражданам гарантирована свобода вероисповедания, но власти косо смотрят на религиозные обряды в публичных местах. Зато молитвенные барабаны можно вертеть в сласть. Молящимся несложно затеряться в толпе китайцев, которых в Тибете большинство — свыше 7 миллионов человек. Банальная встреча становится символичной. Улыбчивые лица собеседников — хорошая примета. В Китае наступает переломный момент. После долгих лет непримиримого коммунизма страна открывается миру, наживает богатство и обретает гражданское общество. Когда великий дракон обретет человеческое лицо, у Тибета появится надежда. А пока, вопреки всем оптимистическим репортажам, тибетскую жизнь идеальной не назовешь. Даже живущих здесь китайцев нельзя считать зажиточными. Их привлекали сюда государственными программами помощи из Пекина. Но как только помощь прекратилась, китайцы столкнулись с теми же трудностями, что и коренные жители. С недостатком рабочих мест, денег и социального обслуживания. Легче всего заработать себе на миску риса в административных органах или в армии. У кого нет постоянной работы, тот перебивается мелкой торговлей и ремеслами. Власти стремятся, чтобы жизнь на центральных тибетских улицах и площадях выглядела радостной и беззаботной. Особенно культивируется веселье в очередную годовщину аннексии, которую положено называть освобождением. Еще одна примета страны Великого Дракона – традиционный садовый павильон с прудом. Кстати, все это построено политзаключенными. В воде пруда отражается силуэт монументального здания, про которое французский миссионер XIX века Хук писал следующее. Этот дворец заслуживает мировой славы. Называется он Буддала – гора Будды. Верующие воздвигли его на величественной горе для своего вождя Тали-ламы. За годы культурной революции многое из культурного наследия Паталы было вывезено в Пекин. От дальнейшего разорения дворец спасло то, что в нем был устроен Китайский национальный музей. В 1959 году, во время восстания против китайского господства, дворец попал под артобстрел, но, к счастью, серьезно не пострадал. Однако по-настоящему дворец реставрировали лишь летом 1994 года. Этот зимний дворец вождей пустует с 1959 года, когда последний Далай-лама, 14-й, бежал после поражения в Индию. Патала – настоящее чудо света. Он занимает 41 гектар и 13 этажей, по высоте 110 метров. Дворец был построен на южном склоне Мар-Па-Ри, Красного холма. В религиозном и политическом центре Древнего Тибета более тысячи комнат, а часовен в 10 раз больше. По религиозным соображениям деревянная конструкция была возведена без единого гвоздя. Стройматериалы перемещали без телег, ибо колесо – святой символ, который нельзя использовать в быту. Тонны камня, древесины и глины были доставлены сюда на людских и ослиных спинах. Любой гид здесь идеологически подкован. Женщина-экскурсовод с протокольной снисходительностью комментирует труд и религиозное рвение строителей этого монументального здания. Наружная часть – это светский белый дворец. Рядом высится 13-этажный красный дворец вместо молитв и ритуалов. Главное впечатление от интерьеров – сумрачность. Последнему хозяину покоев это не нравилось. В своем дневнике он написал, что всегда отсчитывал дни до переезда в летнюю резиденцию. Во дворе и на лестничных площадках еще можно фотографировать. В залах запрещено или разрешается, но без вспышки. В полумраке легко заблудиться, поэтому лучше не терять из виду гида. Площадь у храма появилась на развалинах исторической застройки в наше время. Она напоминает пекинскую площадь Тяньаньмэнь. Гид рассказывает об одной из буддийских школ, в которых обучаются Далай-ламы. Это школа Гелугпа, что переводится как «благой закон», «добродетель». В народе ее прозвали «школой желтых шапок». Патала — это лабиринт молитвенных помещений, террас и внутренних галерей, соединенных друг с другом лестницами и коридорами. Чертежи здания не сохранились, и никто не потрудился их воссоздать. Продолжение следует... У мавзолея, в котором похоронен один из известнейших Далай-лам, толпится большая группа людей. Далай-лама, 14-й, со свойственным ему чувством юмора, сказал однажды, что когда он жил в Лхасе, ему казалось, что он живет на кладбище. Во дворце похоронены 8 из 14 Далай-лам. Самый высоко расположенный в мире дворец, начали строить в 1645 году по повелению Далай-ламы V. Патала должен был стать символом новой власти буддийской школы Гелукпа. 11-этажный белый дворец был закончен уже 8 лет спустя. Правитель переселился в него из предыдущей резиденции монастыря Дрипунг. Патала стала резиденцией Далай-лам на все последующие 300 лет. За это время во дворце были собраны тысячи бесценных скульптур и священных текстов. Троица Бодхисаттв, Авалакитешвара, Бодхисаттва Сострадания, Манджушри, Бодхисаттва Мудрости и Маэтрея, который в будущем родится среди людей. Он станет Буддой, и его приходом откроется Золотой век. В неярком свете литургических ламп улыбается нам Дже Цонкапа, основатель школы Гелугпа. Мастер Цонкапа в XIV веке начал реформы, изменившие тибетский буддизм. Он собрал воедино все существовавшие толкования и ввел в монастырскую жизнь суровую дисциплину. На пути к просвещению его спутниками были безбрачие, воздержание, аскеза и нестяжательство. Посещение Поталы похоже на путешествие в далекое прошлое, когда у подножия дворца располагалось селение Шо, с террас которого был виден живописный пруд Атанг, а не бетонные многоэтажки. Жертвой модернизации стали многие исторические здания вокруг храма Джо Канг. Бывший религиозный центр Лхасы сегодня окружают людные бульвары. Бананы и виноград импортные товары и стоят здесь целое состояние. Впрочем, некоторые жители не могут позволить себе даже овощи с близлежащих полей. Рынки образовались вокруг культовых мест, там, где бывают заграничные паломники и туристы. Лишь они являются покупателями. Цель паломников – храм Джо Канг, святая святых тибетского буддизма. Гостей приветствует скульптура «Две золотые лани» и «Колесо Дхармы». Колесо символизирует круг жизни и смерти. Храм был построен в VII веке легендарным королем Сонгценом Гампо. Некоторые паломники то и дело склоняются в поклоне, говорят, это помогает гармонизировать внутреннюю карму. Молитвенные барабаны вертятся беспрестанно. Дуг Ханг – внутренний двор. Здесь проводились главные религиозные торжества с участием монахов. Раз в году тут происходило посвящение в монахи. Из прибывших со всего Тибета кандидатов выбирали самых достойных. Зал нижнего этажа украшают внушительных размеров молитвенные флаги и ткани с росписью или вышивкой, так называемые иконы танка. В негаснущем свете сотен масляных лампад бликуют силуэты тридцати фигур, которым посвящены эти часовни. Среди фигур цари, изображения Будды и различных бодхисаттв, а также изображения ужасных демонов. В центральной часовне за решеткой Будда Шакьемуни, называемой тибетцами Джоваринпоче, один из семи Буддревности. Эта статуя считается величайшей святыней Тибета. Согласно легендам, она чудотворна и нерукотворна. Во время восстания 1959 года тибетские партизаны спрятались в монастыре Джоканг, рассчитывая на то, что китайцы не посмеют штурмовать святое место. Они ошиблись. Красная гвардия обстреляла храм из танковых орудий. После подавления восстания в самый разгар культурной революции Джоканг был осквернен. Из помещения, где жили монахи, сделали гостиницу, а часть самого храма была превращена в свинарник. Храм был отреставрирован и открыт для посетителей лишь в 1990 году. На высоте верхней террасы во все стороны видны великолепные позолоченные крыши с колоколами и украшениями в виде драконов. Под ними находятся главные помещения храмового комплекса. Отсюда виден также летний дворец Далай-лам. Вокруг Джоканга вьется парк Ор, последний и самый главный отрезок маршрута паломников. Ежедневно его заполняют верующие со всей страны. Молитвенные барабаны не останавливаются ни на миг. Паломники заботятся о том, чтобы свет тысяч лампад не погас. Парк Ор это одно из последних мест, где можно ощутить подлинную, неизмененную китайским влиянием атмосферу древней Лхасы. Здесь тибетцы в большинстве. Именно такие картины наблюдал в 30-е годы прошлого века известный путешественник и исследователь Эрнст Шефер. В его мемуарах мы читаем «У жителей Лхасы весьма практический подход к жизни, по крайней мере в торговле. С первого взгляда можно бы подумать, что торговля это единственный смысл их земной жизни». Что же, большое количество паломников должно быть способствует торговле. Но есть и те, кто целиком погрузился в улучшение своей кармы. Святое переплетается с мирским. Идет торг за шерсть, ковры, меха и посуду. Эрнст Шефер комментирует, уличную торговлю полностью контролируют женщины. Они изловчились применять четки в качестве счетного приспособления. Самые стойкие паломники сдерживаются от соблазнов. Невзирая на ярмарочную атмосферу, они неутомимо вертят барабаны и в полголоса читают молитвы. О цели путешествия напоминает запах можжевельника. Дым печей призван отпугивать демонов. Жаль, что культовые предметы изготавливают порой из пластмассы. Это не самые лучшие сувениры из Тибета. У главных ворот в сад драгоценных камней толпятся паломники и туристы. Перед нами парк и дворец Нурбулинга, в прошлом летняя резиденция Далай-Лам. Большинство из этих зданий было построено при правлении 13-го и 14-го Далай-Лам. В этом кинозале Генрих Харрер показывал юному Далай-Ламе первый документальный фильм о капитуляции Японии. В прекрасном саду уже не найти следов драмы, разыгравшейся в марте 1959-го года. Китайская артиллерия стерла дворец с лица земли. Во время восстания погибли десятки тысяч тибетцев. Далай-Лама 14-й, последнее воплощение Бодхисаттвы вынужден был спасаться бегством. Отреставрированный сад драгоценных камней сейчас называется национальным парком и согласно новому названию открыт для всех. Также для публики открыт дворец, в который Далай-Ламы переезжали 18-го числа 3-го лунного месяца. Ежегодному переезду сопутствовало торжественное шествие. Какой контраст с мрачным дворцом Паттала? Здесь даже лестница светла и просторна. Хватает солнечного света и в личных покоях Далай-Ламы. Музейная диковина радиоприемник подаренный юному Далай-Ламе его другом и учителем Генрихом Харрером. Из всех комнат открывается вид на цветущие сады. Через этот черный ход Далай-Лама покинул осажденный китайскими войсками дворец. у стены власти и власти устроили идиллический уголок в типично китайском стиле. Картинка Картинка обманчива для всех, кто не знаком с современной историей Тибета. Эффектный фасад заслоняет жестокую правду о пяти десятилетиях рабства. Возможно, китайские туристы смотрят на все это иначе, ведь для них Нарбулинга экзотический привлекательный уголок на окраине империи. Как выглядит тибетская деревня, мы можем увидеть сразу за окраиной города. Но это нетипичная деревня. Ее экспериментальность в том, что местные обитатели вынуждены уживаться с китайскими поселенцами Хань. Среди старинных зданий выросли госучреждения и школы. В Тибете школьное образование обязательно, но китайские власти контролируют эту обязанность лишь в крупных населенных пунктах. Над крышами домов высится монастырь Дрипунг. Его название переводится как гора рисового зерна. Дрипунг был самым большим и самым зажиточным монастырем Тибета. До прихода китайцев в нем жило более 15 тысяч монахов. Сегодня их лишь несколько сотен. монастырь монастырь . Монашеский путь принято начинать в весьма юном возрасте. Путь в храм украшен молитвенными барабанами, которые вращает вода. История монастыря начинается в 15 веке. До нынешних масштабов он вырос 300 лет спустя. Прежде чем построили дворец Потала, резиденцией Далай-Лам был Дрипунг. Путь паломников пролегает по часовой стрелке. Цель – дворец 16 века Ганден, резиденция четырех Далай-Лам. На протяжении долгой истории Дрипунг многократно разрушали. Парадоксально, но самый незначительный ущерб монастырь получил от орудийных обстрелов в периода Китайской культурной революции. Любые съемки здесь запрещены, но лишь теоретически. Запрет отменяется после пожертвования в несколько юаней. Нас приветствует Белая Тара, божественное воплощение китайской принцессы, жившей в VII веке, олицетворение абсолютной добродетели и сострадание всему живому. Монастырский городок был в свое время университетским центром с четырьмя факультетами. В каждом были свои преподаватели, жилые помещения и кухня. В наше время здесь есть лишь скромная семинария тантристов, и поэтому у монахов много свободного времени. Послушники могут заниматься сущими пустяками, вроде приведения в порядок ритуальных платков. Но главное — молитва, под чутким взором божества Махакалы и изображением святого Цанкапы. Махакалы и изображения Тибетский буддизм, называемый ламаизмом, возник, как и многие другие ветви, на основах традиционного индуистского буддизма. Создателем учения считается Будда Шакьямуни, живший в VI или V веке до н.э. в Индии. Тибетская разновидность буддизма оформилась в VIII веке н.э. Ее основатель — мудрец Падмасамбхава. Как и буддизм в принципе, тибетская ветвь не противостояла другим культурам и религиям, но искала с ними общие цели и ценности. Сам Будда Шакьямуни отдавал должное индуистским богам. Мог ли Падмасамбхава поступать иначе? Последний обратил духов и демонов древней религии Бонн в некие аллегории психических состояний. Приветственный зал в монастыре Дрипунг. С террасы на крыше можно наслаждаться видом всего монастырского городка. Главный портал у входа в одну из самых больших Малелин. Интерьер здания украшен богатой росписью. Колонны украшают иконы танка, написанные по ткани. В этом зале на главные торжества собирались все монахи. И здесь не обошлось без идолов. КОНЕЦ Три воплощения Будды ждут нас в одном из самых древних помещений монастыря. Махакала следит, чтобы никто не ошибся в счете. Главное лицо здесь Цонкапа, основатель аскетической школы буддизма Гилукпа. Гостю нелегко будет разобраться в различных воплощениях Будды. Для тибетцев же весь пантеон богов прост и понятен. Однако не только тонкости буддизма интригуют туристов. За пределами Лхасы мы попадем в удивительный, таинственный мир. Но можно ли путешествовать по нему без внедорожника? После нескольких километров пути мы начинаем сомневаться в нужности джипа. Дорога до Шигадзе, второго по величине города Тибета, полностью заасфальтирована. Китайцы вложили в дорожную сеть немалые средства, как и древние римляне в завоеванных землях. Хорошие дороги позволяли легионам быстрее попасть в любую точку империи. Не столь успешны были начинания новых властей в области сельского хозяйства. Китайцы рассчитывали повысить урожайность за счет искусственных удобрений и пшеницы из других провинций, но не учли особенности местной почвы и климата. Еще одним фактором, повлиявшим на истощение и без того бедной почвы, была массовая вырубка лесов. Асфальтовая дорога к Шигадзе тянется вдоль долины, вырезанной водами Брахмапутры, называемой в Тибете Ерлунгцангпо. У берегов выросли десятки небольших сел. Река оставляет в долине тонны ила, которая удобряет почву, создавая благоприятные условия для выращивания ячменя. На берегах Ерлунгцангпо, Великой реки, зародилась тибетская цивилизация. Река протяженностью 2900 километров несет свои воды вдоль главного хребта Гималаев. Замедлив течение наиндостанской низменности, Брахмапутра заканчивает путь в Бенгальском заливе. В жатве участвует вся семья. Сельхозорудия здесь довольно примитивны и в большинстве случаев сделаны из дерева. Первая встреча со стадом яков. До Шигадзе осталось километров 15. Второй по величине город Тибетского автономного района посылает нам военный привет. Шигадзе – это главный административный центр южной части Тибета. Здесь живет около 100 тысяч граждан. Мало что сохранилось от старинной застройки. Доминируют серые бетонные здания, построенные уже после прихода китайцев. Единственный яркий акцент в ландшафте города – разноцветные танка, растянутые над улицами. О былом великолепии города свидетельствует отреставрированный, напоминающий крепость, монастырь Ташилхумпо. Некогда заброшенный, сегодня он вновь кипит жизнью благодаря сотне монахов и послушников. Ташилхумпо – это официальная резиденция Пан Чен-Ламы, второго после Далай-Ламы религиозного вождя Тибета. Нынешний Пан Чен-Лама назначен китайцами, а не объявлен по традиции Далай-Ламы. Жители Тибета не признают назначенца. Монастырь школы Гилукпо был основан в 15 веке. Долгое время это был одинокий анклав провинции Цанг, находящийся в подчинении соперника – духовного лидера школы Кагью Тулку. Влияние желтых шапок выросло, когда во главе государства встал легендарный Далай-Лама Пятый. Ища примирение с приверженцами Кагью, носившими красные шапки, он предложил лидеру школы титул Пан Чен-Рипаче, отождествляемый с воплощением Будды Амитабхи. Предложение было заманчивым. В иерархии Пан Чен-Лама стоял выше Далай-Ламы, но последний не делил с ним власть. Разумеется, борьба между духовными лидерами Тибета была по нраву завоевателям. Кого из духовных лидеров китайцы жаловали, а кого нет, можно догадаться по виду резиденций. В Ташилхумпо крыши на мавзолеях буквально провисают под тяжестью свежей позолоты. Паломники начинают свой путь в храме Май-Треи. Просторное помещение с высоким потолком было необходимо для 26-метровой статуи Будды. Рядом находится могила умершего в 1989 году Пан Чен-Ламы X, который 10 лет находился в китайской тюрьме, а после еще 5 лет под домашним арестом. Снимать здесь обычно не позволяют. В коридорах и дворах вспышки не волнуют хозяев. Повседневная жизнь монахов проходит в галереях у скромных келей. Мы совершаем маленькое преступление. Из-за спин китайских туристов снимаем золотую раку Пан Чен-Ламы IV. Надеемся, сам он был бы не против. Черные пучки шерсти яков символизируют победу буддизма над онемистическими демонами. Главный зал храмового комплекса Цук-Лакханг вмещал до 2000 монахов. На самом верху находится мавзолей-основатели монастыря. Мы отправляемся на восток. Цель поездки – монастырь-каток, построенный на высоте 4000 метров. Барабан предвещает начало великого торжества. Медленно сходятся верующие. Конечно, и этот монастырь пострадал во времена культурной революции, но сейчас ему вернули былой блеск. Сегодня здесь обитает 800 монахов. Для послушников это самый важный день в году. Входит настоятель монастыря. Первый ряд остается за монахами. Сегодня община празднует день рождения великого тантриста и реформатора тибетского буддизма Подмасамбхавы. Танцы с масками – это обряд, который повествует о жизни легендарного йога, включившего в 8 веке древних духов и демонов религии Бонн в новую религию. В Тибет он явился по приглашению короля Трисонга де Цена, ставшего впоследствии его лучшим другом и заступником. Кайлас – священная гора для тибетцев и многих европейцев, нашедших в буддизме ответы на вопросы о смысле жизни. О горе нам рассказывает Махендра Шмелинг. В районе, где находится Кайлас, пересекаются зоны китайских, индуистских и исламских влияний. Гора возвышается посреди крыши мира, в Транс-Гималаях, в одном из самых труднодоступных мест на Земле. К югу простирается хребет Гималаев, отделённый от массива плоскогорием. Вблизи Кайласа находятся источники великих рек. Инд обтекает Гималайя с севера-запада. Сатлетш течёт коротким путём на запад. Самый длинный путь, путь на восток, избрала Брахмапутра. Поскольку с этими мощными водными артериями азиатские народы испокон веков связывали свою судьбу, гора Кайлас не могла не стать для них объектом поклонения. Гора была выбрана как символ мантры. Кайлас помещена в цветке лотоса, как алмаз. В индуизме эта гора — дом Шивы, разрушителя и спасителя в одном лице, живущего на горе с женой Парвати. Кайлас является священной горой и для буддистов. Её почитают как резиденцию Будды. Паломники совершают медитативный обход горы длиною в 51 километр. Это шествие называется «Кора». Мы решаем совершить обход за три дня. Путь начинается в Дарчен, расположенном на равнине к югу от Кайласа. Тропа ведёт через широкие горные долины. Путь по силам даже неопытным путешественникам. Самый крутой отрезок ждёт нас напротив северного склона Святой горы. Нашим взором открываются всё новые восхитительные виды. Каждый из них соответствует противоположным полюсам Мандалы. КОНЕЦ Кайлас привлекает последователей самых различных религий. Индуисты, буддисты, джайнисты и приверженцы Бонн считают эту необычную гору сердцем мира. ОСЬЮ Земли Нам повезло. Погода стоит замечательная. Солнечная и тёплая. Путешествие в караване Яков доставляет незабываемые впечатления. Наш покой тревожит весть, полученная несколько дней назад. На том же маршруте снежная буря застала врасплох группу туристов из Индии. Вероятно, они пошли в горы без надлежащего снаряжения. Для некоторых поход закончился гибелью. По буддийскому и индуистскому обычаю мы идём окружным путём по часовой стрелке. Неожиданно встречаем путников, идущих в противоположном направлении. Это последователи анимистического культа Бонн. Самые выносливые преодолевают маршрут падая ниц каждые несколько шагов. Их паломничество на Святую Гору длится не несколько дней, а пару месяцев. Мы одолели более чем 50-километровый маршрут Мандалы за три дня. Дальнейший путь к Дол-Мала резко поднимается в гору. 5 630 метров над уровнем моря — самая высокая точка, которой нам удалось достигнуть. Долма — буддийское название женского воплощения Будды, проявляющегося в любви и сострадании. Каждый, дошедший до перевала, должен запомнить это. А ещё лучше поставить свой молитвенный флажок среди сотен других. После длинного марша вниз разбиваем лагерь в живописной долине. Говорят, что где-то здесь жил мифический Миларепа, мистик и аскет, автор такой вот песни. Посмотри в чистое голубое небо. В одиночестве гор медитируй, в земле древними мудрецами благословенной. Надо жить среди диких вершин, чтобы наблюдать и познать природу ума. Музыка. Музыка. Миларепа, чью жизнь замечательно описал один из его учеников, пользуется в Тибете особым почтением. Здесь, где находилось жилище мастера Алмазного пути, был построен монастырь, в котором и сегодня можно видеть медитирующих монахов. Здесь идет das Gebetsритual zweier Мюнки. Музыка. Музыка. Монастырский барабан-колокол исполняет для нас последнее благословение. Между скалами в конце долины блистает наша следующая цель — святое озеро Мапам-Юмцо, называемое также Манасаравар и Ракшастал. Индуисты считают, что озеро создал Брахма, творец Вселенной, когда захотел совершить омовение перед встречей с Шивой, проживающим на вершине Кайласа. Мапам-Юмцо — святое место и цель паломничества для буддистов. Его ледяные воды кристально чисты. Озеро наполняется водой тающих снегов Кайласа. Тибет не разглядишь в окно экскурсионного автобуса, за исключением асфальтированной магистрали, соединяющей крупнейшие города, дороги здесь находятся в плачевном состоянии. Даже в плотно заселенную южную часть лучше отправляться не иначе, как на джипе с полным приводом. Это руины монастыря, разрушенного во время культурной революции. Ухабистая тропа идет параллельно руслу Брахмапутры. На противоположном берегу мы видим еще один разрушенный монастырь, возвышающийся над малым селением. По ту сторону дороги семья крестьян принимает пищу. Заснеженный пик на горизонте напоминает о том, что мы находимся на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Здесь мы прощаемся с Брахмапутрой, она поворачивает на запад. Селение Лхатцы производит удручающее впечатление, но настроение нам поднимет вкусный суп с клетками и хорошо охлажденное пиво Лхаса. Разваливающиеся здания, канавы, отсутствие водопровода, вездесущие попрошайки – типичный облик провинциального города. Путь дружбы. Таким гордым именем названа единственная дорога, которая соединяет Тибет с соседним Непалом. В некоторых местах дорога проходит по 5000-м Гималайским перевалам. Вынужденный перерыв в пути, дорожные работы. Ничего не остается, кроме как ждать. Рабочие долбят скалу почти над нашими головами. Добываемый здесь сланец используется в качестве кровельного материала. Каким чудом доехал сюда этот перегруженный автобус? Следующая остановка. До перевала осталось 900 метров. Нас ждут еще несколько часов пути. Тибетский водитель старается нагнать потерянное в пути время. Лакпа-Ла. Мы находимся на высоте 5160 метров над уровнем моря, выше любой альпийской вершины. Дышать тяжело. На горизонте – заснеженные горы. Наверное, это первые семитысячники на маршруте. Но наш гид Вернер корректирует прикидки. Эти горы на тысячу метров ниже. Безумная езда продолжается. Перед закатом нас ждет сюрприз – первые виды восьмитысячников. От Тингри по прямой нас отделяет всего несколько километров, а в реальности нужно оказаться на противоположной стороне Гималаев. Мы движемся широкой долиной к перевалу Пан-Кла, который расположен на высоте 5200 метров. Маленькая деревушка на краю дороги кажется идеальным местом для короткого привала. Впереди еще по крайней мере два часа пути. Этого молодого человека зовут Дар-Дже. Он немного стесняется, но не против показать нам деревню. Люди делят кровь с животными. Те живут за стеной в отдельном помещении. За несколько юаней Дор-Дже показывает нам всю ферму. Последний взгляд на деревню и движемся дальше по извилистым серпантинам. Сейчас мы находимся на высоте 4883 метра над уровнем моря, выше, чем пик Монблан. А ведь мы даже не вышли из машины. Добираемся до Пан-Кла. Погода прекрасна. Ничто не заслоняет впечатляющей панорамы самого высокого горного хребта в мире. Белизна вечной мерзлоты контрастирует с коричневыми возвышенностями внизу. И над всем этим голубое небо. Поразительный пейзаж. Наш гид перечисляет названия очередных гималайских вершин на горизонте. Четыре из них выше 8 тысяч метров. Маккалу, Лодзе, Эверест и Чо-Ойю. Несмотря на внушительную высоту, некоторые вершины так и остались безымянными. Непередаваемое ощущение. До самых высоких гор в мире почти рукой подать. Незаслоненные туманом вершины предстают во всей красе. Взор невольно останавливается на самой высокой вершине, гора Иверест, по последним замерам 8 848 метров над уровнем моря. Ранний подъем окупился сторицей. Видимость идеальная. Позже над горами появляется все больше и больше облаков, наплывающих из лежащего по другую сторону гор Непала. Более впечатляющий фон для похода найти трудно. Погода проявила к нам благосклонность, отчетливо показав Эверест. Жатва на высоте 4000 метров. Выращиваемый здесь вид ячменя приспособлен к истощенной почве и холодному климату. Другой источник пищи — горные козы, пасущиеся на горных пастбищах. Эта крепость оказалась слишком слабой для артобстрела. Перед нами в конце долины местность, где сосредоточена торговля и общественная жизнь здешних крестьян и кочевников. Время обеда. Лучший ресторан в городе предлагает нам горячий, остроприправленный суп с клетками и мясом. Расторопная хозяйка знает, что лучше всего утоляет жажду. Конечно, охлажденное пиво из пивоварни Лхаса. Выпить пиво здесь — это божественно. На стене два разных символа, два разных облика одной и той же страны. По левую руку — Будда и Патала, по правую — Мао-Дзе-Дун и партийные бонзы. В подруши тропа разветвляется, дорога направо ведет в Ронг-Бук, а налево — в Кхарту. Вернер ведет нас налево. Перед нашим взором простирается живописная долина, которую пересекает река Зака-Чу. Течение непредсказуемо. После сильных дождей или во время таяния снегов дорога абсолютно непроходима, но в октябре об этом беспокоиться рано. Дорога поднимается все выше. Вниз лучше не смотреть. Лагерь в Кхарте находится на высоте 3650 метров. Температура здесь сносная, но дует сильный ветер. Заночуем в специальных палатках, приспособленных к здешним высотам. Пожалуй, на восьмитысячник взбираться не будем, но 6000 метров — это нам вполне по силам. На решающий штурм выходит 8 человек. Наш гид по-прежнему Вернер. В спартанских условиях в палатке-кухне таманг-чутунг колдует над вкуснейшими блюдами. Непальский далбат, рис с овощами, и жаркое из яка удаются ему так же хорошо, как пицца, спагетти или жареный картофель. Провизия поступает сюда вместе с нами, но на спинах вьючных животных и нанятых носильщиков. Хороший аппетит — знак того, что мы уже адаптировались к высокогорным условиям. Копытные породистыми яками не выглядят, но нас заверяют, что это отличные вьючные животные. Нам немного стыдно, что меню носильщиков выглядит скромнее нашего. Полвосьмого утра. Пора в путь. Холодно, но ветер еще не разошелся. Сниматься с места — задача для непальской команды, прибывшей вчера из Катманду. Они будут сопровождать нас. Вернер задает сегодня жесткий темп, но носильщики освободили нас от тяжелых вещей. В рюкзаках лишь самое необходимое. Первый за несколько часов пологий отрезок пути. Вокруг нас — маленькие поля. На высоте, на которой в Альпах растут лишь мхи да лишайники, идет сбор картофеля. Крестьяне выходят на поле всей семьей. Таши де лек. По-тибетски «добрый день». Чтобы поднять огромную связку, требуется не только сила, но и хорошая координация. Скошенный урожай надо на собственной спине спускать вниз, в деревню. По-другому это сделать не получится. Семья занята жатвой. Тут и там, у дороги, нам встречаются гладкие камни с мантрой «Ом мани падме хум». Величественная долина Кхарта. Хитроумные ирригационные системы снабжают водой близлежащие поля, даже когда Гималайи скупы на влагу. На этом месте долина Токсо разветвляется. Левое ответвление ведет к тангмочи. Вернер учитывает нашу физическую форму и снижает темп доумеренного. Есть время привыкнуть к высоте и полюбоваться прекрасными видами. В селах, попадающихся нам на пути, люди живут, как и сотни лет назад. Так выглядят типичные жернова. Ими пользуется вся деревня. Они состоят из двух мельничных камней. Верхний подвижен, он вращается вокруг оси с помощью воды. Внизу неподвижный жернов. В эту воронку засыпают зерно. Оно попадает сюда, в это отверстие. Сбоку высыпается перемолотая мука. Такая мельница есть почти в каждой деревне. Идеальная погода для похода. Умеренная температура, бодрящий ветерок. Жизнерадостные и приветливые тибетцы встречаются нам довольно часто. Благодаря таким встречам кажется, что у тибета лишь гостеприимное лицо. Впрочем, это недалеко от истины. Иначе бы изучение горного края длилось бы много лет. Конечно, кто-то остался здесь надолго. Например, иезуитские миссионеры Ипполита Досидери и Эммануэль Фрейе. Или искатели приключений Гугл и Гамильтон. Последние состояли на службе британской восточно-индийской компании, которая искала тибетское золото, серебро и буру. Наше появление в деревне – настоящий аттракцион для ее маленьких жителей. Такие группы, как наша, бывают здесь нечасто. Пополудни мы идем в гору. Еще не доходя до Дангмочи, мы достигаем высоты 4000 метров над уровнем моря. Несмотря на суровые условия, растительный мир здесь на удивление богат и красочен. Мать природа снабдила здешние виды растительности удивительной жизнеспособностью. Перед этим цветком гималайской горячавки даже Вернер падает на колени, но лишь для того, чтобы ее сфотографировать. Каменные стенки заслоняют созревающие колосья от ветра. А это – ловушка для духов, не первая и не последняя на нашем пути. На горизонте – хребт и гор. Вернер начинает нервничать, ведь караван с нашим снаряжением все еще не дошел. Мы добрались быстрее, чем непальцы. Наконец, появляются наши помощники с продовольствием, палатками и багажом. Погода по-прежнему к нам благосклонна. Есть повод навестить кочевников, живущих несколькими сотнями метров ниже. Они живут в шатрах, питаются мясом скота, а из молока делают сыр. Траву, растущую на высоте 4800 метров, сочной не назовешь. Поэтому пастбища для яков должны быть обширными. Корням едва хватает плодородной прослойки почвы. Даже летом ее толщина не более полутора десятков сантиметров. Ниже – мерзлота. Этот господин любит ходить своими тропами. Допотопная камера собирает его впечатление. Кажется, здесь объективу есть чем поживиться. Девушка по имени Дома, словно античная веста, хранит огонь. Она следит, чтобы пламя не погасло, и постоянно подкладывает высушенный навоз. Легко узнаваемый запах не оставляет в этом сомнений. Шерсть яков обладает поразительными теплоизоляционными свойствами. Она сохраняет тепло или прохладу в зависимости от температуры воздуха. Шерсть яков идет на изготовление шатров. Вечером поднимается резкий южный ветер. Мы ставим лагерь. В полукруглой палатке помещаются два человека со снаряжением. Дополнительная изоляция – наружный чехол. Палатки сделаны так, чтобы выдержать напор ураганного ветра. Новое утро приветствует нас низкими тучами. В этот раз нам не спалось, и в путь мы отправляемся без особого энтузиазма. Перевал Дойя-Ла пока окрашен в серые тона, но пробивающаяся глубизна неба несколько обнадеживает. Погода в горах меняется стремительно. Последние метры до перевала. Ритуальные флажки обозначают самую высокую точку – 5124 метра. Вернер может нами гордиться. За перевалом простирается широкая долина. Однако расслабляться рано, конец пути еще не близко. Ловушки для духов, колосси, переплетенные флажками, указывают дальнейшее направление. Пик Дойя-Ри всего двумя стами метрами выше, но его покорение кажется настоящей каторгой. Наши легкие просят кислорода. Совершенно не до разговоров. Кажется, нашему гиду такой подъем нипочем. Единственная в группе женщина, Рассита, на последних метрах подъема решает не спешить и позаботиться о внешности перед фотографией на память. Мы находимся на высоте 8340 метров, шутит перед видеокамерой один из наших товарищей. Неправда, всего 5300, тут же разоблачает его гид. Пожалуй, Вернеру лучше знать, подытоживает путешественник. Но и всего 5300 метров тоже неплохая высота для осмотра. Восторг после покорения Пика Дойя-Ри убавляется при виде еще более высоких вершин. И все равно мы горды собой. Горячий чай мы уж точно заслужили. Пожалуй, не помешает и вздремнуть на крыше мира. Это явь или мираж? Среди бескрайних, ошеломляющих красивых просторов, человек учится смотреть и видеть по-новому. С каждым метром спуска природа становится богаче. Журчащий источник обозначает дальнейший маршрут. Появляются первые поля и села. Экзотические гости, такие как мы, вызывают нешуточный интерес. Кажется, только этот рогач не обращает на нас ни малейшего внимания. А вот дети не отходят ни на шаг. Появление камеры малышей не смущает. Лишь прошагав вместе несколько километров и раздав несколько пачек печенья, мы избавляемся от нахальной свиты. Тибетские лошадки невелики, но на удивление сильны и выносливы. Такие встречи происходят не каждый день. Неплохой предлог, чтобы остановиться наперекур и сообщить друг другу новости. Маленькие домики горного поселка на крутом склоне жмутся один к другому. Здесь каждый сколько-нибудь пологий клочок земли превращают в огород или пастбище. Случайные встречи, такие как эта, позволяют лучше понять своеобразие Тибета, необычно красивого края, но не имеющего ничего общего со сказкой. Тибетцы улыбчивы и доброжелательны. С истинно буддийским спокойствием они терпят все лишения и невзгоды. Впрочем, может, их невозмутимый характер сформировала природа? Еще один взгляд на Эверест. От него трудно оторваться. Вечные льды наверху, а внизу – пустыня. Тибетские контрасты умещаются порой в одном кадре. Наш гид показывает на перевал, который ведет в городок Лао-Тингри. Теперь понятно, почему в путевке было примечание. Требуется хорошая физическая подготовка. Говорят, еще в прошлом году здесь была широкая тропа, по которой шли караваны. С прошлой зимы от тропы остались лишь воспоминания. Привал на базе Маунт-Эверест. После четырех ночевок в палатке, в спальном мешке, мы чувствуем себя здесь, как в пятизвездочном отеле. Хотя теплую воду надо самостоятельно приносить из кухни. Все бытовые неудобства компенсирует незабываемый вид. Эверест в Тибете называют Джамалунгма, что значит божественное. Для непальцев эта гора – мать земли. Первое восхождение 29 мая 1953 года завершили шерпа Тенцинг Нургей и новозеландец Эдмунд Хиллари. С тибетской стороны погода балует людей значительно чаще, чем с непальской, и мы можем любоваться вершиной без помех. Лучшее время для созерцания и фотографий – раннее утро. Позже картину ухудшат облака. На высоте почти 5000 метров возвышается монастырь Ронгбук. Он тоже пострадал от рук приспешников культурной революции. Затем монастырь возвели заново на скромные подаяния – единственный доход местных монахов. Самый высоко расположенный в Тибете монастырь – европейцы открыли лишь в 20-е годы прошлого столетия. Небольшой ритуальный зал был разграблен, все предметы культа были украдены или уничтожены. Нынешние убранства – это дары по большей части соседних монастырей. Последний настоятель монастыря бежал в Непал во время наступления китайцев. Говорят, где-то в этой горной долине жил некогда великий падмасамбхава. В том месте, где он медитировал и достиг просветления, был возведен монастырь, не сохранившийся до наших времен. В природном амфитеатре возвышается небольшая пирамида из камней. Здесь приносили жертвы всесожжения. Узорчатые таблички обозначают прах усопших. Дорога, которая проходит рядом с монастырскими руинами, используется главным образом альпинистами. Она ведет к легендарному лагерю Эверест Бейс Кэмп, у подножия самой высокой горы мира. С тибетской стороны подступы к горе несколько проще, чем со стороны Непала. Хорошо оборудованный лагерь на высоте 5200 метров весьма кстати. Признаться, мы слегка обескуражены, не ожидали в эпицентре экстремального спорта обнаружить ларьки с бутербродами и горячим чаем. Что ж, будем искать свою мечту в другом месте. Через Олд Тингри мы отправляемся к нашей финальной цели. Вернер выбрал короткий путь. Но и тут нас ждут маленькие ловушки. До сих пор машина очень хорошо справлялась с дорогой. Но когда мы попытались сделать из нее вездеход-амфибию, техника сдалась. Но нашему водителю не впервой. Он устраняет поломку всего за 10 минут. Вернер выбрал короткий путь. Потом неожиданно возникает пастбище, удивительно сочное для такой высоты. Яки наслаждаются растительностью. И вновь несколько сотен метров спуска. Играет музыка. Играет музыка. Погода сегодня что надо. Уже несколько часов над нами солнечное, почти безоблачное небо. Тёмные пятна виднеются на юге. Именно там находится Чо-Ой-Ю, цель сегодняшнего перехода. Но гид привык не обращать внимания на погоду, ведь мы в Гималаях, а не на Карибах. На высоте 5000 метров становится темно и очень холодно. Двумя стами метрами выше идёт снег, а деревеневшими руками ставим палатки. Новый день как новый вызов. Осталось самое сложное – восхождение на Бхалун-Кри, свыше 6000 метров над уровнем моря. Кажется, это будет настоящим испытанием. Из облаков возникает пик восьмитысячника Чо-Ой-Ю. Это знак, что с погодой всё должно быть нормально. Перед тем, как отправиться в путь, Вернер проверяет наше снаряжение. Проверяем, всё ли на месте – шапка, рукавицы, солнечные очки, крем для лица, палки. И убедительно прошу всех держаться вместе. Всё в порядке, можем отправляться. На этой высоте каждый шаг даётся с большим усилием. Сосредотачиваемся на том, чтобы дышать ритмично и не тратить энергию на лишние движения. Входим в зону вечной мерзлоты. Рыхлая особь усложняет задачу. Под нами белый язык ледника. Крепим к ботинкам металлические кошки. Без них нет никаких шансов одолеть льды. И снега Бхалун-Кри. Последние метры до пика – победа! Шерпа Ками вешает свой молитвенный флажок и предлагает нам сделать то же самое. Пожалуй, есть за что благодарить провидение. Кажется, в лёгких застряли иголки. Не верится, что можно забраться ещё выше. Но ведь кто-то же восходит на такой неприступный Чо-Ой-Ю. У подножия горы раскинули лагерь альпинисты-профессионалы. Акклиматизация перед подъёмом на восьмитысячник длится от 4 до 6 недель. За это время экспедиция медленно передвигается вверх, ставя палатки всё ближе к высоте 7 тысяч метров. До Чо-Ой-Ю ещё более километра. Ледяные чертоги Тибета. Мы своими глазами увидели жилища древних богов, духов и демонов. Сотни лет их царства было неприступно и скрыто от взглядов простых смертных. У подножья таинственных гор формировалась особая духовность, исполненная смирение, аскетизма и доброжелательности. Здесь, на крыше мира, медитировали и открывали величайшие тайны бытия, просвещённые бодхисаттвы. Здесь чувствуется движение неумолимого колеса кармы, определяющего смысл жизни любого тибетца. Наверное, не надо быть буддистом, чтобы, посетив это магическое место, взглянуть на мир по-новому. Среди величия природы и необычных людей мы сами не заметили, как поход превратился в паломничество, а туризм – в созерцание. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА